здравствуйте дорогие друзья матч у нас которым встречается легион и команда спарта завершающий матч нашего шестого тура вот и да литвиненко сегодня на стороне команды легион и буду уточнить фамилию вартаря на стороне спарты поездом могу напутать она посмотрим заявку кузьмин на воротах сегодня у команды спарта сбор сегодня не настолько хорош шульга у одной и у второй команды пять на пять честно говоря встретились я даже частично расслабился ждал наверное все же что побольше будет игроков хотя бы у одной команды но 9 часов с 8 до 9 точнее не все готовы будем договорить осилить хорошим сбором брасывает кузьмин пашковский шульга прикрывал мяч корпусом антон хорошо с ним бровченко хорошо ворвался в отбор вступил ошибка здесь досадная вот будет снова разыгрывать я решка классно пробросил передачу явно астахова отдавал не точно рыбачук хорошо удар кузьмин его отразил а прошу прощения это казанский у нас сегодня на ворота на вынос играет бровченко не догоняет этот мяч серый он знает шульга отыгрывал на астахова рыбачук а вот соблюдаем казанский навешивает казанский не кузьмин перепутывая шульга я решка рыбачук михаил выбрал этот мяч третья игра на секундочку человека за сегодня астаха прорывается взять и ворота не удалось да и не попало бы но в кадр астахов финти пробил издали шульга казанский первый на мяча сыграл на рыбачука михаила прикрывает мяч рыбачук кузнецов кузнецов с мячом рыбачук будет пробивать штраф но этот михаил ну это штанга кузнецов отобрали у него мяч ульга очень хорошо в ходу цепкий футболист хороший стиль он будем так говорить показывает за легион вписывается очень сильно в игру я это не раз говорил шевченко валентин не смог устоять на ногах мяч все равно каким-то чудным образом сохранился у легиона не тот темп показывает команды потому что есть некий брак в сборе как раз этот сбор сбора очень многое зависит и у легиона и у команды спарта даже сайт есть у этой команды шульга сыграл на ярешка шульга прошу прощения старт ворот пробивал ярешка ну и вторым темпом уже забивает это без ассиста голкипер умудрился сделать сейф шульга валентин шевченко хорошо на замахе убирает отдавал на ярешка передачу но тут немножко не готов был вступить в борьбу а пененков бросил на шевченко валентина хорошо забери по одному по одному шульга хорошо простреливал коридор правда узковат туда передачу сложно направить чтобы она дошла до адресата снова шульга будет разыгрывать аут перехватывает мошковский астахов артур мошковский борется и валентин шевченко и антон мошковский но у нас тут фол рыбачок установил мяч пробивать пробил шевченко валентина ну а второй удар уже был не так хорош но рыбачок активно перепасовывается шевченко валентин но слабоватая передача шульга исправляет ситуацию отыгрывая неплохо на ярешка ну и удар позже тоже последовал не так хорош мошковский шульга на дальнюю простреливал шевченко валентин таки забивает этот гол со второй попытки ведь да то есть это без асиста как я понимаю хотя шульга давал классной передачи все благодаря его действиям было но это без асиста 2-0 таким образом сейчас становится спустя 9 минут и равный состав 5 на 5 что может быть лучше 1 1 1 ну и машковский тут играет на вынос разыграли я решка на шульгу астахов попробовал пробить попробовал обыгрывать антон машковский шульга поставил корпус играл на валентина шевченко я решка пробивает казанский закрыл территорию для удара но участка верного просто разыгрывает еще один гол я решка отдал ассист на капитана команды и шевченко валентин тут уже забил на десятой минуте кузнецов придерживает мяч играет на машковского антон на рыбачука михаил сыграл снова на машковского активно перепасовались астахов ну давал передачи на ярышка тут не успел за ней загоняет мяч астахов навес очень хороший навес но не доигрывает откровенно говоря в обороне сегодня никто у спарта вот казанский сыграл в обороне из ворот выбежал и результат сразу появился нету ни крабчука ни слуцкого ни мусаева ну богдан в отъезде куксенко тоже не приехал и сбор не так хорош бровченко разыгрался рыбачуком кузнецов ну дальний пас не проходит перехватывает его и легион шевченко валентина астахова припасовались припасовались далее шульга снова хотел вернуть на капитана команды этот пас перехватился ну а вот будет для спарты в этот раз навес необдуманный как по мне от кузнецова ну и явно не очень не очень будем так говорить этот навес казанский вел мяч рыбачук мошковский прямо к нему идет чтобы потом такие действия делать на самом деле лучше пошире сыграть кузнецов снова на мошковского бровченко эмоций сегодня и желания больше чем может будем так говорить пока что не давали ему комфортно сыграть но судя по всему соскучился по футболу несколько туров его не было я думаю это отсутствие как раз хорошо скажется на его игре но все таки пока что своей игры прям не нашел хорошо комбинировали легион казанский едва ли не из двух метров по нему пробивали мошковский играет на рыбачука можно бить хорошо ну и михаил рыбачук забивает гол кстати очень зрячий удар продемонстрировал так уже как вино чем больше играет тем лучше буй больше радует вкусовые рецепторы хорошей только с годами ну это немножко юмора от меня но вообще на самом деле классный удар первая шка казанский перехватил сыграл снова на Рабачука пробирается дальше Михаил и вот второй игрок тоже не может отобрать третий все еще с мячом Михаил Рыбачук Шульга играет на Ярешко снова Шульга Астахов на Шевченко Валентина активно перепасовались сильный удар последовал после удар мимо ворот Кузнецов пробросил но судья все-таки не считает что здесь была банкировка скорее считает что некуда было исчезнуть просто игроку но отдавать коридор для забега он просто не стал то есть и не активно выступал против обыгрыша и не пассивно тайм-аут у нас сейчас на пятнадцати минут первого тайма я просто уплыву потому что я замахаюсь я понимаешь что я уже сплыву у меня перепрыгнулась у тебя головы коснулся я перепрыгнулся вы идиоты жёстные у меня что не не на что не не ударил у у у у у у у 4 минуты 40 секунд в первом тайме еще играть, попросил судья продублировать. И сыграть по сигналу. Шульга. Перехватывает Рыбачук. Сыграл на Кузнецова. Не успевает Машковский обработать или остановиться. Ну, в общем, проскакивает мимо этой зоны. Астахов играет на Шульгу. Шульга с мячом, придерживает мяч. Все еще с мячом. Ну, вот только лишь сейчас передачу на диагональную какую-то отдал. Будем так говорить, на открывающуюся ниже из глубины соперника передачу. Продолжает комбинировать Легион. Ярешко на Шульгу. Можно бить было здесь. Решился все равно. Через передачу сыграть порой мельчат сегодня с этими передачами Легион. Но сегодня это эффективно. Почему не играть так? Можно. Гол у нас, друзья. Надает передачу Шевченко Валентин и сбивает Ярешко. Неожиданно для Казанского, как мы видим. Но это на секундочку. Сейчас у нас уже 4-1 счет. Откуда взять энергии для того, чтобы как-то отыграться с партией с такой-то игрой, я не знаю. Немножко юмора от судьи у нас наблюдается. Шульга. Ровченко. Бровченко. Машковский будет разыгрывать угловой. Еще одна попытка. Ну и на вынос тут играет Астахов. Решил он пойти именно за Саватком, Артур. Он уже побежал. Время остановите, пожалуйста. Вы идете в центре стоите. И на нас два грамма всякая. Цепарь за зубритель. Я мог остановить время. Я вечно молодым. Догоняет Шульга мяч. Таким образом. Вперед сыграли. Сохранили в итоге аут. Легионцы Астахов сыграл на Шульгу. Шульга на ложном замахе удается избавиться от Бровченко. Повторно делает что-то похожее. Ну вот загружая передачу на Астахова, Машковский все-таки подчищает в этом моменте. А вот еще один только уже справа. Разыграли Легион. Ну и вторым темпом взять. Приблизиться. К удару даже не получается. По итогу. Вот есть момент. Нет, все же нету его. Машковский просто выгнал мяч из своей половины поля. Ну и, будем так говорить, не стесняются выходить на чужую половину поля. Даже вопреки тому, что проигрывает и соперник сам к ним идет. Я бы вот воспользовался лишний раз тем, что соперник хочет сам еще забивать дополнительно. Казанский отбивает перед собой. Это опять же не сейв, но здесь забивает Ярешко под самый занавес первого тайма. За минуту до конца. Рыбачок. Отдает линейную передачу. Бровченко успевает? Неужели успевает? И какой симпатичный-то мяч забивает Александр Бровченко. Сам, по-моему, себе аплодирует частично. На 19-й минуте он это сделал. Александр Бровченко прекрасный мяч забил. Изучит свисток по завершении первого тайма. 5-2. На пользу Легиона.